Модернизация труб отопления выполнена на две трети от объема, запланированного на это лето. Специалисты ресурсоснабжающей компании уже выполнили замену трассы протяженностью более 9 километров из 14. Предварительные итоги подвели на заседание городского штаба по подготовке к зиме под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Из 24 участков работы ведутся на 22 объектах. Все выполняют по графику, отставаний нет. В зону работ попадают несколько социальных учреждений. Таким участкам уделено повышенное внимание. Еще на двух участках к работам приступят в ближайшее время. На двух объектах у нас сейчас выбраны подрядные организации, проводятся подготовительные работы. Это реконструкция проспекта Карла Маркса и Нововокзальной, и реконструкция квартальной теплосети проспекта Кира, улица Старзагор. Отдельно говорили еще о двух выполняемых перекладках, которые повлияют на движение трамваев. А в начале августа ресурсники выполнят обновление труб на пересечении Нововокзальной и Фадеева. Из-за этого на участке не будет ходить транспорт. Учитывая близость двух основных магистралей Московского шоссе и Старзагора, на них в дни работ увеличат количество других видов транспорта. А перед этим в конце следующей недели на несколько дней планируется перекрыть движение трамваев на пересечении улиц Антонова Овсеенко и Ивана Булкина. Здесь уже будет запущен бесплатный дублирующий автобусный маршрут, который позволит пассажирам спокойно пересекать участок от 22-го партиезда до Авроры. Трамваи, работающие на этом участке, обслуживают в том числе и промышленные оборонные предприятия. С представителями заводов проведут встречу для разъяснения изменений движения. Крайне важная перекладка. Не перекладывать эту сеть не представляется возможным, поскольку она аварийная. По этой сети идут трамваи, сами понимаете, они идут не пустые, а нагруженные. Нам крайне необходимо провести эту перекладку. 20 тысяч денег трамваи переводят, поэтому нам надо максимально сократить неудобства для работников, ну и, соответственно, их предупредить, максимально отконтролировать все графики. Также на штабе обсудили и работу по подготовке к отопительному сезону жилого фонда. Из 10 тысяч домов специалисты проверили уже две трети объектов. Планомерно представители районных администраций вносят эту информацию в электронную систему. Глава города призвала ускорить эту работу, чтобы в случае возникновения вопросов их удалось решить до начала отопительного сезона. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.